друзья мои доброе утро сегодня у нас вторник 14 февраля день всех день святого валентина для кого-то праздник для меня это как-то просто нужно знать кто такой святой валентины почему этот день праздник и чей праздник чих влюбленных ну ладно каждому выбирает то что он хочет и людям нужен праздник для меня это как для меня каждый день день влюбленных ладно стою на парке проверяют свою машинку левый бак в норме ящики норме колеса в норме норме многие проверяют только блин бензобак и тент остальное не проверяют а надо проверять и бензобак и тент и двери и состояние колес конечно бак это очень важно чтобы не был скрыт состояние колес также важно посмотреть на рычаг я уже до этого прошло посмотрел что не был отсоединен случайным прохожим а вот такой вот партнер большой состоит из двух паркингов одна часть там другая там я пошел думал вчера там тот магазин есть а там оказывается это здоровый это туалет и пришлось вернуться не салона хлебавшие так скажем ну вот сейчас уже заведусь и поеду я уже позавтракал помылся как мог потому что не пошел там очередь с водой сейчас буду садиться и поедем так что поедем на эти всем чуть-чуть осталось до границы итальянская там уже километров 85 до места ну ладно поедем вместе не отключайтесь так как видите хотят что вы видите это я вижу не знаю мы уже едем по италии видно не видно что-то да вроде вроде порядок да короче ребят едем по италии 55 километров до точки погода отличная сейчас уже и асфальт вроде нормальный стал а то был такая корочка ледяная было ну как бы спускались в гор да и сейчас продолжаем спускаться идем пока в сторону бальца но там у меня в этом самом навигаторе запито двадцать второй дом у меня типа двадцать два корпуса день но по факту это 22 а там это все рядом единственное что я так и не помню где соезд на территорию потому что получается это два ангара с одной стороны ближайший там метровые машины стоят а где грузовые заезжают никого знает там дальше железная дорога еще идет и какой-то подход такой интересный блин не хочется мне по этим итальянским улочкам ехать с 90 градусов поворотом знаете потом блин тут классно классный уже так скажем потому что город это плачено закончится как-нибудь арочка какие-нибудь узкости балконы не хочется этого ничего ну скажем так вот я еду достаточно красиво пейзаж вдоль пейзажа тут завод по моему типа камни они так называют дробят ну благо есть из чего дробить мы еще продолжаем продолжаем спускаться такой вот спуск для меня это металли в основном так и осталось спуск подъем спуск подъем я впервые дальнобои столкнулся с этой ситуации когда машина просто улетает и ты ничего не можешь сделать кроме как на жать педаль тормоза ну просто никакая ретарда не круиз ничего не держите для 85 километров просто я думал там у меня будут гореть гореть будут колодки что ребята мне тоже рассказывали мои что у них аж блин дым из колодок шел и никак не остановить на нуле даже остановилась пускаешь машина моментально разгонялась максимально разгонялась и сможешь уже 45 ну да если только отпускать понемножку ехать со скоростью 20-25 постоянно тормозить ну да да я вспомню вот это было да пипец еще причем там был не просто спуск по прямой ладно там был серпантиновый спуск то есть надо было еще и уходить влево постоянно да это было мое первое знакомство с италией это было со стороны там швейцарской границы кто смотрел мой мои видосы когда я чуть либо в швейцарии не уехал там я по горам шел на на что я шел там как-то сверху я шел на верону что короче туда еще правее где-то там я как-то блин ну там конечно это было что-то я помню еще приехал на швейцарскую границу думаю блин а что так мы через Швейцарию что ли ехать хорошо мне там эта тетка на австрийской границе сказала что не-не-не тебе сюда не надо у тебя документ покажи мне документы я ей показал и говорит тебе нет туда не поедешь потому что тебя оно не пропустит на швейцарской тебе говорит вот сюда через мостик и наверх в горы и я пошел наверх в горы это было но ничего это все было опыт это все интересно это все суперско и весело ну а сейчас конечно уже блин более спокойно ну единственно говорю вчера я не пошел на Италию у меня как бы время было но я посмотрел там стоять негде ну вот видите где стоят машины в туалет и сам в таких карманах это я да это в Италии часто такие паркинги это считайте вы не выспались вообще потому что любая проезжающая машина на скорости более там 60 км в час для вас это качка нереальная сейчас мы будем уходить влево съезжать по-моему с направлением на бальца а вообще мне Италия нравилась ну правда конечно мне Испания нравилась и нравится но Испания мне больше нравится мне вообще Испания больше всего нравится Франция блин у меня топливо сперли поэтому она мне сейчас больше тоже очень не нравится хотя не Франция нормально просто надо стоять знать где сейчас у Виски сперли топливо у него вообще там высверлили бак дырку в баке сделали так мне мне вот сюда по-моему если я не ошибаюсь если я не ошибаюсь там там по-моему хотя там тоже можно было по этой поехать что-то я там не рассмотрел увидел только кэш а не кэш, а карточка не искалось дальше наводь сюда чуть-чуть остановился а не знает куда ехать а не знает куда ехать поехали мы мы знаем вам поехали ой ой теперь мне даже дорогу ступитесь что я понимаю и направо но у моего коллеги как я говорил блин он оставил машину вот в Италии надо не забывать если вы выходите из машины нужно закрывать лучше закрывать окна хотя это везде надо в Италии особенно особенно если у вас есть там планшет, телефон лучше блин закрыть это все дело и можно тогда идти коллега я ничего не закрыл остановился где-то примерно 200 метров до предполагаемого места выгрузки потому что он не знал решил сходить узнать пошел дошел пешком а улица достаточно оживленная люди идут справа машины ездят и он выходит идет и смотрит такая картина впереди машина а из его окна торчат блоги рядом стоит легковая машина он говорит я побежал а они увидели что я бегу там сразу прыг в машину и все и уехал ну что у него оба телефона сперли рабочий слой ну и могли еще спереть АДНС так вот ничего не украли но вот эти вещи да я даже не знаю у меня есть тут ключик от этого самого от шкафчика не могу даже и нет шкафчик наверное не закрывается здесь на ключе да не закрывается то есть вот так вот случилось но он тоже странный ну реально странный он с Италии считайте это было тоже по моему март вот как сейчас это вот это время было он ехал до Германии с разбитым окном правым я говорю ты что блин больной что ли ну а что делать я говорю ну как что делать послал нафиг блин пускай идут на сервис окно делают а как ты спал ну вот так в одежде спал я говорю ну пикатор ты вообще блин это как блин как это надо себя любить чтобы заниматься таким мазохизмом так я кому не рассказываю все в шоке блин ладно фиг с ним все сперли связь то есть по планшету сказал я никуда не поеду блин ну что блин посылайте мне на сервис такие герои такие герои нафиг не нужны блин да вспомню блин так я честно говоря офигевался ну и главное не молодой опытный что он боялся что его уволят и при чем тут блин тем более ты в Италии в Италии не так все дорого это тебе не Франция не Германия не Бельгия не знаю да какая разница где это вызвал полицию блин составили акт блин все машины блин под каском под страховкой и все не знаю не знаю я бы точно сделал бы все но я бы не поехал с открытым окном из Италии в Германию такое вот кстати об Италии у меня было впечатление когда я первый раз шел туда тут тоже блин еду и смотрю вроде знаков нет ограничений вот эти знаете арки их такие полукруглые они блин вводят в сомнение где надо ехать по центру не по центру я вот помню я вот помню прошлый раз когда был в Италии еще на этой НИКО 2 когда работал я запарился по этим туннелям ехав блин вот есть видео там я еду со стороны в Марселе Ницца там что у меня было Билан Ницца там что у меня было там вот эти вот блин наверх Венеция да и вот наверх я шел блин через эти отели это бывает туннель блин в сторону швейцарской границы да нафиг я не знаю сколько меня уже тошнило от них там еще ладно если ты пошел бы по тоннелям только а там получалось так что ты идешь блин там ремонты что в тоннелях что возле тоннелях блин это бесило конкретно еле ползешь ай надеюсь сейчас мне не надо будет так ехать вот здесь вот стоят видите можно постоять в гараже не ну я считаю что я правильно сделал что не поехал единственное в 8 утра я никак не могу приехать на выпуски но ничего страшного некогда все про времени у меня примерное время написано они работают с Васей вот здесь так интересно какой какой-то музей замок да наверное музей какой-то насколько да классно там вода что ли шла такая дорога вынесла ну ладно спустишься наверх ты поднимешься мне наверно там вода спускалась я рошал огородники 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 виноградники огородники ну красиво красиво там справа у меня вот 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 водопады такие спадают как ручьи здесь закрыто паркинговое место вот там справа сейчас маленький ручей я так понимаю он разливается вот видите а и главное он идет против нашего движения на течение не ошибаюсь нет нет ошибаюсь вот здесь поле вообще выходит туда вот интересно красиво так вот проезжаешь не просто там едешь по долине или там по горам схватились еще один городок тоже какая-то церклушка там что там типа левантер или может это если тут виноградники это может быть какой-нибудь завод где вино мнут все может быть так сейчас нам куда нам сейчас покопля Брунецк по крюк хорь и вы и вы вы спасибо большое За мной уже свадьба устраивается, но я не виноват. Если у вас есть желание, ребята, сзади идущие, то вы можете меня обгонять, это ваше право, но мы тут едем под правил, потому что в Италии, как это, карабинеры очень любят штрафовать нашего брата. Итальянцы, главное, сами носят, как хотят, а вот нас, блин, почему-то, но меня ни разу не останавливали, вот мне рассказывали, что просто пипец какой-то. И когда тебя остановят, они пытаются еще обмануть на себя, какие-то, блин, там сумму нереальные тебе вмазать за штраф, а потом еще ты запариваешь это платить где-то, либо ты давай ему на руку, варь, короче, мы их нафиг, поэтому лучше, лучше ехать по правилу. Семьдесят, значит, семьдесят. Ладно, едем вдоль гор. Что, по одному показывает 9,3 навигатора, а по другому садчику и стационарный показывает 7,5, но поскольку здесь у меня такое ощущение, что стационарный работает интерактивно, он показывает, я смотрел, заметил, он показывает все пробки, да, мы поедем по нему, причем, потому что он показывает именно правильный адрес. Посмотрим, что здесь имелось в виду. Поворот направо, я не буду тут сходить справа, в долину или куда, или просто там немножко не до конца, я понимаю. Поворот направо, ну, посмотрим здесь, что покажет, сравним. Ну, конечно, красиво ехать. Кругом, кстати, эти сам предупреждения, в случае чего должны быть цепи. Да, они есть. Как-то не особо хочется их одевать. Но я так думаю, что когда-нибудь я, конечно, цепи одену. Когда-нибудь. Не спеша. Ну, и, конечно, это надо делать и на дороге вот так. Наверное, какие-то специальные зоны есть. Съезда, ну, я такие видел, типа. Там написано, вот, кстати, по Испании я ехал, по Италии. Да. Типа такие карманы, написано. Зона снятия цепей. Установка цепей. Вот сейчас типа как будто бы справа. А этот мне показывает, что не надо на право уходить. Ну, мы и не пойдем на право. Зачем? Нам надо куда-то там, какой-то поселок ползти. Поэтому мы пойдем, как ведет Сайджик. И этот ведет. Я помню, в одном месте я вот так же сам. Куда мне тут право уходить? Нифига это надо. Вижу, понятно, зачем. Какую-то дорогу. Потом там идти по этой самой. Я, кажется, где-то здесь уже так шел этот раз. Тоже съехал с дороги. И пошел там, блин, по таким узким тропам. Куда я там пошел? По долине. Не, там есть вторая дорога дополнительная, да. Она идет с той стороны озера, да. Посмотрим. Вот тут дамба, видите, какая. Справа, блин. Плотина, вернее. Это не плотина, это дамба. Не думаю, что там что-то спускают в воду. Хотя все может быть. Ой, там один едет, там фарами моргает лесовоз. Пошел нафиг, блин. Кому там моргает, чтобы меня обгоняли. Обгоняйте мне по карабану, блин. Такие, блин, деловые, блин. 4,6 километра показывают, да, место. А это почему-то показывает 14 километров. Ну, какое красивое озеро с правой стороны. Почему это 14 показывает? И это 14 показывает. И это 4,3 показывает. 4,1 как-то странно. Красиво, красиво едет. Я думаю, что я тебе врут. А, и, наверное, меня хотят обратно вернуть на эту дорогу. Знаете? И типа потом... Хотя тогда бы росло, блин. На расстоянии. Да, здесь какое-то такое интересное озеро. 12,2. О, 12,1. Как-то странно. Что-то еще. Будем смотреть. Солнце опустилось. Мы сейчас в глаза светим. В центре. Да. Понятно почему. Может, он хоть развернулся и поехал обратно. Но мы так не будем делать. Да. Там же кольцо на разворот, что ли. Там же кольцо на разворот, что ли. И поедем прям. Да. Зачем он разворачивается? По правилам управления. Тоже, как и странно. Мы один типа выезжаем от этого переезда, и он, блин, пишет, что, блин, уменьшается. Вообще как-то по другой дороге меня хочет везти, я так понимаю. Этот Айго никак не может смириться с тем, что я поеду здесь. Ножен перепрокладкой? Ну что, еще один туннель. Блин, ребята, солнце, конечно, из-за гор выскативает. Так фигово. О, шеф. Погнал. 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 Минус и пейлистов. Так, мы сейчас будем просто доезжать, и по километрам пока живет. Я надеюсь, все правильно он приведет. Потому что там железная дорога, а вот это сейчас показывает, что у меня с той стороны железной дороги. Все это дело, но мы сейчас будем смотреть. Надеюсь, там ничего такого нет, криминального типа, в туннеле или еще что-нибудь. Оба-на. Да, так и есть, ребята. Блин. Ай. Надо было по тому тоннелю идти. Мы сейчас проезжаем это место, куда мне надо. Ладно, развернемся, поем обратно. Семь километров. Это 2,9 км. Через 300 метров разворот. А, ну вот, на ту дорогу, да. Этот метр украл. А, ну вот, на ту дорогу, да. Вдох. Эту воду. А, ну вот. Наши. История. Наши. Это не так, что я. Эту. 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 Попробуем, теперь садчик вот так повел Посмотрим, как сейчас этот поведет Так, сейчас будем искать этот рэм Рэм Очень похоже, что вот этот рэм Болкер А там нету-то параллельной дороги, да? Может там что-то с мебелью связано Или вот этот рэм В общем, параллельной дороги там, по-моему, была же там параллельная дорога Вот это рэм с левой стороны Блин, так он хочет заехать Почему здесь нельзя? Странно Плохой выезд, что ли, или что-ли Может быть там угол, наверное, большой Так, ну он сейчас тут налево Может быть там угол, наверное, большой Так, ну он сейчас тут налево Да нет, там нормально было бы, если бы там проехал и налево повернул Лучше, чем здесь Вот я бы здесь выехал И повернул бы налево Нормально было бы А сейчас куда мне? Прямо пока Прямо пока Сейчас будем искать Где этот рэм Ну это точно не сюда Да А, вон рэм Вот, вот, вот Я уже вижу, вижу Да, блин Наверное, с другой стороны Надо было заезжать Мне так кажется На данный момент Наверное тут надо было заезжать Звук 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...